Всем салям! Салям! Вы на канале YouTube Teiko. Тема нашего выпуска универсальный 4К монитор, который можно было бы использовать для работы, для учебы, ну и конечно же, куда без этого, для игр. Все-таки мужчины с возрастом иногда становятся как дети. Ну, по крайней мере, я, да? Какие у тебя требования для вот этого вот монитора? Я бы хотела использовать как телевизор, смотреть разные фильмы, сериалы, различные программы. Ага, ну вот, понимаете, все-таки, как говорится, у мужчин свои интересы, у женщин другие. Но в целом я хотел бы сказать, что здесь уже такие вот старческие нотки появляются. То есть, вот это вот кабельное телевидение, да, пресловутое. Да-да. То есть, короче говоря, нам нужен универсальный монитор и в то же время, который можно было бы использовать как телевизор. Такого я еще не видел. Ну и конечно же, мы сначала сейчас приступим к распаковке, потом мы сделаем тестирование, далее мы скажем свое мнение, плюсы и минусы. Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 саму приставку вот он включился короче сразу я вам скажу что нужно направлять непосредственно на вот эту вот умную приставку да загорелась надпись алма-тв смарт-телевизион друзья мои нас приветствует короче работает давайте посмотрим загрузка идет и кстати или смотришь да вот здесь вот такие вот края до черные видишь да так для этого мы наверное сделаем настройки я надеюсь что это можно сделать нажмем на кнопку сета настройки я надеюсь что мы можем здесь что-нибудь настроить до чтобы исправить а вот здесь есть экран так и вот screen процент так и вот здесь так вот можно увеличиваться то есть отрегулировать эту проблему можно которую мы увидели так выходим и вот видите уже полностью хорошее изображение без вот этих вот черных полосок так он говорит нажать ok нажимаем ok кстати вот это вот приставка абсолютно новая видите здесь у нас до сих пор еще пленка до стоит заводская ну и давайте попробуем походить по меню посмотреть что у нас здесь есть все ли работает классно да сколько канал эля очень рада да не гага или пожалуйста ну и вот наверное посмотрим телевизор да посмотрим список того что есть эля ты рада или нет просто у нас нет телевизора сейчас данный момент так у нас есть все каналы доступные каналы вот здесь например наш национальный канал казахстан давайте включим его посмотрим так окей хорошо хабар 24 включаем да кстати обратили внимание вот есть небольшие задержки сигнала да окей давайте переходим дальше что-то еще хочешь посмотреть мне бы хотелось посмотреть какие сериалы да ну например там индийские да мы сами смотрим вот такие вот сериалы очень смотрим вместе вместе плачем так сейчас посмотрим где у нас где-то здесь есть кажется ну должно быть что индийское короче так спускаемся а вот индийское кино видишь далее включаем а он говорит что что дорогие телевизорители по независимости значит от компании причинам возможно перерывы в вещании телеканалов но по идее этот канал работает просто сейчас у них видимо какой-то перерыв да так ну что здесь у нас еще итальянская кухня итальянская кухня это где выше ниже и где-то вы сидите так а вот вот-вот сотый 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 100 они же надо путь к сердцу мужчины лежит через желудок запоминаем канал номер 100 но немножко есть задержка сигнала да вы заметили ты видишь какое-нибудь отличие от обычного телевизора то есть если бы я не сказал что это вот компьютер ты бы обратила внимание или отличила бы сказала бы это телевизор или компьютер ты бы отличила или нет внимание обратила но просто экран размер маленький чуть а вот видите уже есть некоторые минусы да так ну окей кстати здесь можно регулировать громкость громче тише делать различные настройки вот ну окей друзья мои короче говоря она работать самое главное да так но теперь переходим к следующей теме что у нас минусы да все-таки есть минусы какие-то минусы у нас размер да размер все-таки не сильно большой здесь у нас 71 сантиметр если у вас небольшая комната ну например у нас это такая вот комната студия да там где-то около десяти квадратов для нас этого достаточно то есть смотреть работать с небольшого расстояния в принципе удобно да в спальне тоже если у вас небольшая спальня то да но если у вас большая комната зал к примеру да то есть где-то квадратов 20 или больше все-таки желательно размер диагонали побольше да то есть просто если вы будете брать монитор большой диагонали он уже будет стоить заметно дороже и для этого все-таки лучше купить уже телевизор да вот следующий минус неудобства да есть некоторые неудобства например смотрите когда я хочу сделать настройки на самом телевизоре я должен использовать вот здесь вот кнопочку сзади да вот видите появляется различное меню но с помощью пульта управления я не могу настроить яркость да к примеру переходить с одного разъема в другой и так далее то есть все настройки вот этого монитора они регулируются только в ручном режиме то есть руками нужно подойти да если же у вас просто телевизор вы можете это делать с помощью пульта управления и включать и выключать здесь же нужно сделать вот именно так вот такой вот есть минус и кроме того то что я говорю что нужно смотреть его с не сильно большого расстояния да вот вот этот минус так ну а что там дальше у нас плюсы да все-таки вот два минуса я должен называть наверно два плюса какой у нас там плюс универсальность да смотрите все-таки это очень здорово что можно но я стал как бы только проверять на вот этом кабельном телевидении мне это было наиболее интересно работает или нет конечно же он будет работать с обычным компьютером да то есть вы подключите системный блок он будет конечно же работать да на нем можно смотреть фильмы в шикарном качестве а это 4k монитор да и в то же время с помощью вот такой вот замечательный smart приставки можно легко превратить smart телевизор и smart монитор да то есть вот такое вот удобство да так следующий плюс практичность да все-таки смотрите соотношение цена-качество этот монитор для нас обошелся в районе около 300 долларов да вот если посмотреть на то что у него очень хороший вот этот вот корпус да то есть он там не глянцевый как бывает на многих телевизорах да то есть не остаются следы и плюс просто то что он не потребляет много энергии например я смотрел телевизор примерно такой диагонали чуть больше он потребляет где-то около 200 ватт вы представляете а вот этот монитор вот 71 сантиметр у него диагональ он потребляет всего лишь 37 ватт то есть это экономия на электроэнергии это очень удобно и еще раз я повторюсь то что можно играть в игры да можно смотреть в фильме можно учиться в общем он очень практичный очень удобный и это очень здорово так мой наверное уже подходит время подвести итоги и поставить оценку этому телевизору ну вот с помощью вот этой вот приставки alma tv спасибо он превратился в такую вот умную умный монитор и телевизор в одном да какую бы ты оценку поставила 9 баллов из 10 я бы поставил тоже 9 баллов из 10 я считаю что по соотношению цены и качества это очень удачное приобретение подписывайтесь ставьте лайки и комментируйте с вами был канал youtube и всем пока